Сегодня в Ангарске было очень туманное утро. Я вставлю фотографии, которые я взяла в группе «Непростой Ангарск». Но в группе «Непростой Ангарск» они были поданы как просто «Туманное утро». А на самом деле, никакое это не туманное утро, это был выброс газа на комбинате. И я, естественно, как только разнюхала все это, я сразу же позвонила в Магеллан, поинтересовалась. Вернее, я позвонила во Времянку для начала, потом я позвонила в Магеллан. И что меня насторожило, потому что во Времянке мне сказали, как бы звони сама вот в МЧС и везде, что они должны фиксировать обращения граждан. Поэтому всех ангарчан я призываю к тому, чтобы вы звонили в МЧС и в экологический отдел администрации. Мы по-прежнему видим такую вот дымочку, она еще все не рассеялась, она все еще висит в воздухе. То есть вот парк виден через дымку, сейчас я вам покажу. Я надеюсь, что камера не сильно трясется, потому что я иду. Я думаю, что это дымка, это или пожар, или горят опять торфяники. Вот это вот одно из двух. Я не думаю, что это комбинат наш. А почему тогда администрация и МЧС побежали быстро делать заборы воздуха? Потому что я туда звонила уже. Ну, потому что забор воздуха, это же не обязательно что химический. Дело в том, что... СО2 и СО2, это что же? Ну, вы видите, вы разбираетесь. Ну, я химик. Я инженер-химик. Вот. Ну, представьтесь там, имя, фамилия. Ну, меня Наталья зовут. Ангарчанка. Естественно. С самого рождения. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Ангарчанка Петрова Валентина Иннокентиевна. Вы чувствуете, что пахнет газом? Чувствую. Вот сейчас прошла женщина, которая сама работала на комбинате, она утверждала, что это горят торфяники, но в воздухе пахнет газом. Вот мы видим в дымке парк. Не знаю, видно его на, как бы, мониторе, но мы даже парк вот этот видим через дымочку по деревьям. Вот я полуслепая, у меня один глаз вообще не видит. И то я вижу эту дымку. И именно запах газа. Газа, никакого не торфяника, никакого не дыма. Потому что она говорит, там Ангара, ля-ля-ля, я говорю, газ идет прямо вот потоком на город, со стороны комбината. Да, очень рано начался этот газ. И от газа сразу проснула. Вы чувствуете, что в воздухе пахнет газом? Я чувствую, что пахнет газом. Вы видите вот эту дымку через, на парке? Да. Да. Дело в том, что, как бы, работники комбината утверждают, что это горят торфяники, что это туман с Ангары. И запах торфяников смешивается с выхлопными газами машин. И мы получаем вот это. Только почему-то МЧС... Ева, иди ко мне. Только почему-то МЧС и экология города сейчас поехали делать заборы воздуха. Потому что, видимо, наши сигналы не единичные. Ну, это параллельно могут гореть торфяники, но запах-то ароматических углеводорожек. Ну, вот сейчас женщина, которая всю жизнь проработала на комбинате, утверждала, что это горят торфяники. Нет, они могут параллельно гореть, но запах-то, очевидно, нефтепродукты. И это уже полдня, потому что время за полдень... Это не вчера, это было вчера. И сегодня закрыло и балкон, и все на свете выжило невозможно. По такому случаю ночью до зари, плачут невезучие люди, не гори. Не повторяться. Дело в том, что я позвонила сегодня в администрацию. Не хочется выражаться нецензурно, но дело в том, что вот эти люди... Люди! ...научились в 90-е разговаривать с населением с позицией силы. То есть я позвонила, и говорю, почему в городе воняет газом? Женщина, вы чувствуете, что пахнет газом в воздухе? Да, большое спасибо за честное мнение. Если сигналов не будет, значит это может повториться. Вы должны быть на чеку, вы живете в городе, где много астматиков и аллергиков. Среди них могут быть ваши родные, близкие, дети. Поэтому, пожалуйста, держите ухо в астронии. Этот запах постоянно. Я вообще иркутянка и половину времени провожу в Иркутске. Когда я сюда приезжаю, я ощущаю именно запах ароматических углеводородов. Он постоянно здесь, на самом деле. Но он иногда усиливается. Вот в эти дни он усилился. Вот вчера и сегодня. В общем, постоянно присутствует этот запах. Ну просто как бы количеству такому неявно выраженному мы, видимо, местные уже принюхались. А вот люди, которые из других городов... Ну вот сегодня явно, сегодня явно что-то там пошло не так. Вот опять же, видите, я даю наводку на парк. Вот он. Стоит туман. В воздухе характерный. Он не рассеивается, потому что время уже где-то около часа дня. Какие способы воздействия? То есть что они прекратят? И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в никаком году. Что в воздухе пахнет газом. И уже пахнет с утра и до обеда, да? Да. Тем не менее, уже как бы за полдень, я просто буду деревья показывать, а голос ваше ставлю. Как бы уже за полдень пошло это. Я вот так вот покажу. Что вот девушка не хочет просто в репортаж. Но она тоже сказала, что чувствует. На площадке очень мало детей. Вот давайте, наверное, до детской площадки дойдем. Послушаем, что мамы говорят. То есть весь поликлинин. Вы чувствуете, что пахнет газом в воздухе? Нет. Женщина не чувствует. Та женщина сказала, что она очень опаздывает, а она чувствует. Женщина, можно вопрос? Вы чувствуете, что пахнет газом в воздухе? Да. Вы чувствуете? Это комбинатовский запах. Это комбинатовский запах. Просто дело в том, что бывшие работники комбината, они говорят, вы что, это орфианники горят? Это конкретно газ. И даже вот дымку в воздухе мы наблюдать можем. Какие же это орфианники? А вы чувствуете, что горит? Т орфианники. Торфианники или газ? Газ, газ. Пахнет газом. Пахнет газом, да? Да, это газом пахнет. У него сегодня экологическое отделение. Вот сейчас мы спросим тоже у людей. И у детей. Дети не соврут. Ребята, вы чувствуете, что пахнет газом? Да. Чувствуете, да? Все утро и до обеда. Да. Спасибо. Вы чувствуете, что в воздухе пахнет газом? Вы не чувствуете, да? Да. Женщина, вы чувствуете, что пахнет газом? Я не чувствую. У меня, наверное, носок и ничего не чувствую. Понятно. А вы чувствуете, что пахнет газом в воздухе? Есть маленькая. Есть маленькая. Девочка, ты чувствуешь газ? Что? В воздухе пахнет газом. Девочка не чувствует. То есть видите, что получается альфакторные удовольствия. Как бы не все получают в равной мере. Как говорится, кому нравится арбуз, кому свинный хрящик, я даже через заложенный нос чувствую газ. А кто-то даже с незаложенным не чувствует ничего. Сейчас мы дойдем до бабушек, до мам. И у них тоже поинтересуемся, потому что мы сейчас находимся в святых городе Ангарской, в его экологической зоне. Это парк нефтехимиков, что характерно. И вот мы сейчас узнаем. Ну вы чувствуете, что газом пахнет? Или здесь уже не пахнет? Здесь нет, потому что от воды идет этот. А, то есть как бы все тянутся к фонтану. Понятно. Вы чувствуете, что пахнет газом в воздухе? Да, чувствую. Это было с утра, и сейчас уже за полдень, и запах продолжает оставаться в воздухе. Даже дымка видна. Даже дымка видна на деревьях. Я ее уже показывала с внешней стороны парка. Да, точно. Ну представьтесь там. Анна Петровна Ангарчанка там как-нибудь. Елена Ангарчанка. Сегодня на детской площадке как-то очень мало детей. Все горки, песочницы и карусели практически пустые. Это происходит потому, что выбросы, выбросы в воздухе у нас. Батуты. Вот они. Как бы не спешат надувать сегодня горки. Ну, вот она дымка. Мы ее тут можем наблюдать. Видите? Так, мы сейчас находимся в парке нефтехимиков. Молодой человек, вы чувствуете, что в воздухе пахнет газом? Мне это не кажется. Пахнет до самого утра. И уже сколько времени? Ну, уже часа три-четыре. Ого. Да, да. То есть, как бы дымка стоит с самого утра, и она не исчезает и не испаряется. Ну, вроде бы не так. Сколько вы живете в Ангарске? Ну, больше десяти лет. Вы можете перепутать запах выбросов с запахом горящих торфянников? Конечно, нет. Чем пахнет? Торфяниками или газом? Неадекватно пахнет. Я не могу сказать чем, но это точно не торфяники. Это точно не торфяники. О том, что в Ангарске превышение радиационного фона, об этом стало известно тогда, когда в 2011 году в Японии жахнула Фукусима. Об этом узнал весь мир, и одна из моих моделей по имени Юля сказала, что она в Японию не поедет, потому что там радиация, что она девушка, ей рожать. На что я, как агент, справедливо ей предложила обзавести счетчиком Гейгера и проехать по территории города Ангарска. После чего Юля молча собрала чемоданы и без проблем поехала в Японию. Представьтесь, пожалуйста. Яна Горисовна Раиса Григорьевна. Сегодня с утра почувствовала сильный запах. Мне просто вынуждена была такая вот поездка по городу в сторону комбината. Невозможно дышать. Давление даже поднялось, чувствую себя очень плохо. Дело в том, что сейчас из достоверных источников мне стало ясно, что даже если есть в воздухе превышение, комбинат и администрация города выдадут, что все в норме. Ну, как-то я сомневаюсь, потому что запах явно ощутил. Так, а я уже сняла вот дымку, вот мы ее видим. Видите, ребята? Я понимаю, что здесь не только как бы газ, есть еще какие-то испарения, типа тумана, но все равно туманом даже это оправдать невозможно. Они просто под туман выпустили. Да, тяжелая ситуация, конечно, в городе тяжелая. Мне кажется, сегодня там у медиков работы на скорой помощи будет достаточно. Рыдают бедные и клянут беду в день, какой неведомо в никаком году. Субтитры сделал DimaTorzok